Тот, кто меньше ответит на вопрос, дает телефон, просто записывает любую историю и выкладывает. Привет всем! Я даже на самом деле не помню, когда последний раз в себе видосах я здоровался. Друзья, всем привет, вы пона... Сегодня моя бессмертная рубрика «Кто лучше знает меня?» В этот раз справа, в правом углу в красном ринге у меня Олег, мой лучший друг. И вот каким-то чудом мне удалось найти Андрюшку. Прилетел, прилетел. Скажите мне, пожалуйста, вот как думаете? Вот Андрей, ты меня знаешь, допустим, ну сколько, недели две, да? Вот я говорю, когда машину, получается... Мы познакомились с того, когда я купил машину. Машина реально стоит дорого. Я вот на такую ценовую политику выбирал очень много вариантов. Я выбирал между BMW пятеркой и Audi. Чё? Как думаешь, ты лучше меня знаешь, чем вот человек, с которым я знаком больше трех лет? Я думаю, да. Сейчас мы это узнаем. Так, у вас есть маркеры красный-синий, все таблички. Ты принцип помнишь, да? Олег уже как бы в этой рубрике... Ты не рассказывал, такое помнишь. Сколько ты... Три раза ты был в этой рубрике? Моя любимая игра. Так, ну чё, давайте начнем. Я постарался придумывать креативные вопросы, но получилось, как всегда, херово. Мой любимый футболист. Не, на самом деле были вопросы, в которых я был уверен, что ответит только Денис. Были вопросы, которые я уверен, что ответишь только ты. Но, возможно, каким-то чудом вы сможете справиться. Здесь я правильно написал, я просто не шарю за футбол. Давайте на счет три поворачиваем таблички. Раз, два, три. Всё нормально. Да, да. Не вправду в гонке Криштиан Роналду и Лионеля вместе тизирует больше аргентинский игрок. Едем дальше. Сразу, ну, какой мой любимый футбольный клуб? Недалеко не будем отходить от футбольной тематики. Ну чё, ну чё за бред? Я только об этом постоянно и говорю. Смешно очень, давай быстрее. А, на счет три. Раз, два, три. Какая Балтика, Олег? Если вы не знали, Балтика это команда, футбольный клуб города Калининград играет в ФНЛ. Ну, конечно, Барселона. С детства за Барсу. Так. Ты серьезно не знал? Когда вы говорите про футбол, я отключаюсь с размозг, я не вникаю. Между прочим, мы должны были лететь вот с Олегом и Андреем в Барселону. Событие, которое происходит сейчас. У нас поездка отменилась. Я бы первый раз в жизни попал на матч Барселоны. Это, наверное, сложно и никто из вас не ответит. Мы затрагивали эту тему 100%. Мой любимый актер. Ну, можете сейчас просто на рандом бахнуть, типа написать кого угодно. Актриса считается? Ну, актриса, да, там просто специфическое кино, да. Это популярный актер, вы его 100% все знаете, то есть это очень популярно. У него есть Оскар, могу вам так подсказку дать. Давайте, раз, два, три. У него есть Оскар. По-моему, у него нет Оскар, но, тем не менее, Денис правильно ответил. Да ладно? Да. Леонардик. Ну, блин, это так банально просто. Ну, а что поделать? Ты понимаешь, вот тебе не стыдно? А Дрюша меня знает три недели, и он знает меня лучше. Стыдно, конечно, стыдно. Тут такие вопросы просто не в моей компетенции. Слышишь, у тебя что, проблема? Да, проблема. Так давай по-мужски все решим. Как? С помощью инфинити надо. Ну что, ты готов проиграть? Посмотрим, кто еще проиграет. Да тут думать даже не надо. Ты видел мой волчок? У меня волчок оригинал нефритовый лук. И его главная способность выносливость. Он способен вращаться дольше остальных волчков. Поэтому он победит. Ты победишь, серьезно? Ты еще не видел мой волчок? У меня волчок новой линейки крылья Ароса. И его фишка это баланс. Он отлично держит равновесие во время движения. Поэтому он победит. У нас будет три этапа первой линейки оригинал. Поехали. Олег, ты же понимаешь, тут твоей победы не будет. Ну ничего, я отыграю. Дружище, это все благодаря магнитному пускателю. Настало время второго этапа с линейкой адванс. Эй, так нечестно. Это какая-то очень странная тактика, Олег. Тактика победителя. Ладно, второй ты выиграл. Сейчас третий решающий раунд. Ну давай. А теперь мой фирменный прием. Победить мне помог волчок и навигатор из линейки классик. Когда-нибудь ты тоже научишься им пользоваться. Ну что, это был крутой батл. Я победил. Я обязательно возьму реванш. Круто, когда так можно решать конфликты. Сколько я встречаю с Каролиной? Ну, можно сколько лет. Полных, понял? Денис, что там у вас? Осважнения какие-то появились? Никак не. Какой Денис? Ой. У меня просто друг похож очень сильно на вас. Три года, правильно? Вам по баллам. Давайте мой любимый стример. Стример? Да. Как же я с ним? Вы этого человека знаете. Возможно, не лично. Давайте, раз, два, три. Че написал? Бусер? Не, вил он. Бусера очень сильно люблю, но Вадим... Вдвоем, красавчики. Вил он, привет, если смотришь этот ролик. Как зовут мою маму? Я на самом деле думал, что у кого-то точно будет трудности на этом вопросе. Мою маму зовут Светлану Владимировну. Не спрашивай, откуда я знаю. Каким экстремальным видом спорта я занимался? Это два вида спорта. Одним я занимался один день, а вторым я занимался продолжительное время. Так, вот это интересно. Да, очень. Ну, это не каратэ точно. Да, это не экстремальный вид спорта. Это единоборство. А именно вот экстремальный вид спорта. Ну, возможно, мой стиль в этом виде спорта был не особо экстрема... Опа. Одна из двух ламп отключилась и пришлось довольствоваться только одной. Это плохо. Ну что, вы готовы? У вас было столько времени подумать, пока... Это тяжелый вопрос. Ну да, согласен. Возможно, вы просто не поняли, что это называется экстремальным видом спорта, но тем не менее. Ну, напишите уже что-нибудь на сцене. Я написал, но я уверен, что это точно не то. Давайте, раз, два, три. Что вы написали? Хоккей? Какой он? Хоккей? Я лыжи написал. Бума-икс. Сколько у меня татуировок? Есть зона, про которую мы не знаем? Да. Что это? Это вообще похоже на единицу? Да, у меня одна татуировка. Пока что. Ты будешь набивать какие-то татуировки? Нет. Я не против татуировок. Тело должно быть чистым. Все. Какой у меня телефон? Что? Какой у меня телефон? Момер телефона? Нет. Модель. Ты что, идиот? Давай. Раз, два. Стой, 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 стой. Нет, ну что за бред? Зачем ты на с собой? 8XS? Да. Красиво. Это XR. XR, ну я помню, что... Мне пора его поменять, а то у меня уже вообще в щепки практически разбит. Adidas или Nike? Что мне больше всего нравится? Ну, Adidas. Ну, да. На самом деле, если просто одежда, мне нравится больше Adidas. А в плане футбольной копировки, мне Nike больше симпатизирует. Какая сеть фастфуд питания мне нравится больше всего? Burger King, KFC или McDonald's? Как-то ты слишком уделен образ и ответил. Мне больше нравится Burger King. Смотрите, у меня есть, короче, топ-5 рэперов, которые вот мне нравятся. Напишите хотя бы трех. Зарубежных или нас? Российских. Вы можете написать 5, если 3 совпадут. Олег писал Моргенштерн и что-то передумал. Не-не-не, я просто криво написал. 3. Тогда и посмотреть. Клок. Ксимирон. Оперин. Флэш. Олег Флэш написал вообще неправильно. В смысле? Через Е. Олег пишется Флэш. Брэгенштерн. Егор Крид нет. Нет, нет, нет. Биг Бэйби Тейп да. Маркул да. Тимур Кобиц. Вот кто это 5? Скриптонит. Маркул. Кезару. Биг Бэйби Тейп. Кок. И еще Бамбл Бизи. Ладно, друзья. Получается, выиграл Олег. Ой. Выиграл Андрей. Получается, у нас сегодня. Огромное спасибо, кстати, подписывайтесь на наш инстаграм. Огромное спасибо вам за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Друзья, в общем, Олег проиграл мне желание. Я хочу воспользоваться этим случаем. Вот здесь вот будет ссылочка. Свайпните, пожалуйста, перейдите. Там очень много крутого контента. Вы не пожалеете. Поэтому жду всех. Субтитры сделал DimaTorzok